здравствуйте расскажите пожалуйста мы слышали что есть такая история что вы видели в яузе возле мостика здесь в лосиноостровском заповеднике метров 150 метров 155 то ли питон ну короче огромную змею какую-то до 50 60 сантиметров из воды голова а покажите как ну вот как вы вот что у него там в воде конечно я не видел толщина мы пожарные руках вы на меня ноль внимания проплыл ну его секунд 8 наблюдать переплыл я уже ушел на то что я узнавал казали питон но он был весь серого цвета желтых пятен я внимательно искал не виду если это ушку и ну уж наверно не не может быть таким толстым и большим а почему но насколько я вот видел пять метров наверное у нас 5 метров здесь же идет разговор что он толстый если питона кто-то выпустил но то что по телевидению показывал в квартиру заползал там вот он с какими-то зелеными там рисунком а это сплошник сплошником серый серый да а вот головы глаза вы говорите какой-то ну глаза жуткие но я сбок увидел но только вот лоб мне показался вертикальный и узкопосаженные глаза то что я потом на картинках наблюдал там интернете глаза расставлены ну да по бокам как правило змея а это как-то вот близко переносится череп не характерный да такой для змей то вообще да вот то что но может быть за счет того что он вертикальная была голова у него может изменилась так вот а когда вот их на картинках они все вот лежать и у них конечно голова такая ну плоск ну да да ложкой переходят вот и на единственное что мне ощущение было такое чтоб в нем какой-то интеллект заложен ну никак конечно как человек собака кошка там что-то такое разумная да какая-то создание ну вот мне тут рассказывал знакомый приехала дамочка выпустила питона решила нашел на возле ног поплавали а он уплыл а наш кошелек открыла ребята поймайте не у нас был где-то еще этого питона в каком как в каком году вы видели это питоны вот эту змею в этом году в 2013 году 3 июля 2013 года но я здесь купаюсь каждый день ну вот я плавал далеко там до сухой березы до озера теперь теперь купаюсь только возле моста то есть вы думаете чтобы не встретить этого мудрого мудрую змею но может быть как-то вот холода по спине у меня не проходило потому что я в воде был ну да она теплая а вот когда я вот тут бетонного забора двух собак я на велосипеде они на встречу бегут вот мою нос петра бегут на встречу я на седле встал ищу где хозяина хозяина не одеваться некуда там справа яма слева лес труп куску ну и в общем они мне по штанине тянулись боками до 2 огромные собаки один на один в лесу неизвестно что у них нам на уме то тут буквально вот пару дней назад у меня было или четыре собаки возле забора садового товарищ пока камень не швырнул на они меня пропустили а на следующий день вот самые гуще лесок опять там резал вот четыре собаки они на эти или другие как вот пробежали лес и я пришел на следующий день из лыжной палки пику сделал о собаке то крупные были но они такие нет они не крупные но достаточно чтобы покусать стоит напасть не скажешь что они совсем мелкие обычные дворняжки но теперь у меня есть теперь я в лес пойду только спикой но это разумно ну спасибо вам большое все благ вам успехов здоровья берите палку да вот вот наверное они бегают вот и главное вот перед встречи с собаками там кошка промелькнула я бегаю с участка до речки бегаю а есть еще один способ обороняться с собой кошку брать собаки когда подбегают кошку выпускаете чем чем пикут можешь кошку брать с собой партнерство уже какое-то а вот вы знаете если у вас маленькая собачонка ни в коем случае вот нельзя ее на руки брать если вот большая собака у меня вот я знаю случай там домработница вышла с собачкой а из соседней большой пёс локоть вырвала и вот тут девчонка приходила с двумя собаками собаки право как у них пух как вот у ангольской козы можно это насчет она из тайнинки и она оказалась скинул и вот она разумное объяснение того что когда вы берете вот этот маленькую собачонку нарвите вот это большого пса опускаете оскорбляете да мне очень разумно